Ребелион, Испания, Цыгане, Забытый геноцид Второй мировой войны Тоби Симпсон, Ребелион, Испания 29 января 2020 года Речь идет о забытом геноциде Второй мировой войны Порядка 500 тысяч цыган были убиты нацистами и их приспешниками во время Второй мировой войны в результате проведения политики последовательного уничтожения Почему предан забвению геноцид цыган? Почему так поздно наступило признание, хотя и частичное, этих преступлений? Что мешает признать в полном объеме чудовищность этого геноцида? Вплоть до марта нынешнего года в Лондоне, в Венской библиотеке Холокоста работает выставка «Забытые жертвы» Нацистский геноцид цыган, рассказывающая о том, как нацисты разрушали жизнь цыган, о политике, которая предшествовала геноциду, а также о некоторых фактах, скрывавшихся в течение десятилетий Еще до 1933 года цыгане подвергались преследованиям и дискриминации в Германии, но с приходом к власти нацистов они стали гораздо более жестокими В середине 30-х годов ХХ века цыганам был запрещен целый ряд профессий, многих отправили в концлагеря В конце 30-х годов, согласно расовой теории нацистов, цыгане были объявлены людьми иностранной крови и представляли собой угрозу расовой частоте главенствующей арийской расы В рамках этой теории цыгане были подвергнуты программе массовых псевдонаучных исследований и насильственной стерилизации Во время Второй мировой войны, на оккупированных нацистами территориях цыгане подвергались депортации в концлагеря и гетто Отправлялись на принудительные работы, многие умерли от недоедания, были расстреляны или погибли в газовых камерах лагерей Хелмна и Освенцем Некоторые приспешники гитлеровцев, в частности, хорватские усташи также совершали массовые убийства евреев и цыган В рассказе, подаренном Венской библиотеке, бывший узник Освенцем и доктор Макс Бенджамин, описывает ликвидацию цыганского лагеря в ночь со 2 на 3 августа 1944 года Все цыгане, находившиеся в лагере, были умерщвлены в газовых камерах Несмотря на страшные страдания и несправедливость, которые испытали на себе цыгане Европы во время нацистской оккупации, о геноциде цыган вспоминали крайне редко Одной из главных причин было множество предрассудков, дискриминации и настороженное отношение к цыганам, которые они продолжали испытывать на себе и после освобождения из лагерей Враждебности негативные стереотипы продолжали жить в сознании людей после 1945 года Во многих странах неучастие цыган в органах политического и экономического управления стали причиной непризнания их преследования и геноцида Это проявилось в том, что в ходе первых судебных заседаний по военным преступлениям не были привлечены к ответственности лица, совершившие преступления в отношении цыган В послевоенной ФРГ царила атмосфера отрицания значимости преступлений, совершенных в отношении цыган, которые зачастую даже не получали компенсаций, полагавшихся жертвам расовых преследований нацистов Ни один из множества мемориальных комплексов, возведенных после войны, не был посвящен жертвам из числа цыган Германия официально признала преступления нацистов в отношении цыган как геноцид лишь в 1982 году Франция впервые извинилась за пособничество нацистам в совершении преступлений против цыган в 2016 году В СССР и странах Восточной Европы геноцид цыган также в значительной степени игнорировался Цыган, которые хотели оставаться кочевниками, принуждали к оседлому образу жизни В посткоммунистический период дискриминации цыган усилилась, в то время как условия жизни и доступ к услугам резко ухудшились Наша выставка стремится рассказать о коллективном забвении геноцида цыган Венская библиотека Холокост располагает важными материалами по данной теме, включая первые свидетельства выживших цыган Собранные в рамках проекта под руководством Евы Рейхман, сотрудницы библиотеки начиная с 50-х годов Библиотека планирует опубликовать некоторые свидетельства в течение 2020 года Также в нашем распоряжении имеются материалы, собранные в рамках первого исследовательского проекта, имевшего целью систематизацию документов по геноциду и осуществленного Дональдом Кенриком и Гратаном Пуксоном в 60-х годах прошлого столетия На выставке представлены некоторые из этих материалов, включая обобщенные свидетельства выживших Еще одним важным экспонатом является послевоенная фотография Маргарети Краус, на которой можно разглядеть татуировку номера узника на левом предплечье Маргарети Краус была чешской цыганкой, выжившей во свинцами, где ее насильно подвергали медицинским экспериментам Снимок Маргарети Краус был сделан журналистом из ГДР Реймаром Гильзенбахом в 60-е годы Гильзенбах исследовал преследование цыган в нацистский период Особое место на выставке занимает документ под названием «Запреты в отношении поляков, евреев и цыган» Представленный Нюрнбергскому трибуналу по военным преступлениям в качестве доказательства преступлений нацистов Это циркуляр, датированный 10 марта 1944 года и разосланный Генрихом Гиммлером в группе высокопоставленных государственных чиновников В циркуляре сообщалось о полной эвакуации и изоляции евреев и цыган Это означало, что в дальнейших директивах по ним уже не было необходимости Эвакуация и изоляция в данном контексте означали, что подавляющее большинство евреев и цыган Великой Германии уже были отправлены в гетто, концлагеря или убиты Используемая здесь терминология иллюстрирует свинцовую реальность бюрократического языка СС Описанного в мемуарах историка Марка Размана как дьявольская пародия на административную пунктуальность Выставка также рассказывает об истории Ганса Брауна, немецкого цыгана, родившегося в Ганновере в 1923 году Браун прошел через ад Освенцима и Флосенберга Большинство членов его семьи были убиты в Освенциме Когда Ганс Браун в 1950 году подал иск германскому государству о компенсации, местная полиция решила возбудить против него уголовное дело Пытаясь найти ложные доказательства того, что Браун был отправлен в лагерь за совершенные преступления Чтобы таким образом оправдать отказ в иске, то обстоятельство, что истинная природа и масштабы геноцида цыган отрицались Умолялись или игнорировались таким количеством людей в течение такого длительного времени стало невыносимым и вызывало негодование у оставшихся в живых узников и членов их семей Хотя уже слишком поздно восстанавливать попранную справедливость Тем не менее, совершенно недопустимыми являются дискриминация и отчуждение, которым подвергаются цыганские сообщества в Венгрии, где враждебности дискриминации цыган наблюдалось всегда Или на Украине, где за последние два года группы неонацистов совершили целый ряд нападений на цыган Данная выставка, по всей видимости, это только начало Она показывает, к чему могут привести дискриминации и предрассудки Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ Материалы на СМИ